всем привет друзья и в этом видео я с вами буду знакомиться с прем магазином 20 я думаю что не все захотят качать целый отдельный тест который весь довольно таки много для того чтобы потестировать только одну новую вещь это новый прем магазин в клиенте игры больше здесь нового нету ничего еще новое окошко покупки танка здесь можно выбрать экипажики какие мы хотим боекомплектики слотики и купить и получить анимацию покупки новую как в прем магазине принципе все нового здесь больше нету ничего поэтому поговорим вообще что происходит здесь и будем делиться своим мнением на форуме там уже война целая куча потому что разработчики там написали мы два месяца разрабатывали прям магазин давайте же его теперь отдельно потестируем и все началось это то что мы ждали при магазин очень нужен игре дед наши нерфы арты баланс карт баланс танков где развитие игры а вы нам два месяца разрабатывайте примазин вот такая писанина на форуме там в каждом сообщении на что разработчики отвечают типа но это же отдельный тест именно прям магазина отдельный тест будет то что мы там что-то в игре улучшаем это будет отдельно там и поговорим а здесь мы тестируем только примазин ну в принципе да окей базару 0 но только я эти отговорки слышу уже пять лет и меня ими не обманешь вы делали прям магазин и кроме него ничего не делали вот и все все остальное это отмазы которые я слышу уже миллион лет выехала вкладка склад на новую вкладку короче такая вот фигня склад теперь находится отдельно в главном меню по нему никаких претензий здесь все четко танки которые у нас есть в ангаре мы можем их сортировать здесь есть личные резерве ки запасы всякие оборудования расход расходуемые модули снаряды ну и снаряды которые никуда не подходят их можно сразу здесь вот продать принципе все удобно ну и вкладка магазин в магазин они напихали тут кучу всего якобы для того чтобы все было в одном месте здесь у нас есть вкладка лучшее где всякие наборы со скидками и всякой фигней с которой можно нажать на такие вот плитки перейти в другую вкладку вот это мне не нравится не понимаю зачем это сделано на мой взгляд это бред также здесь есть вот скидки всякие и нажимая на одну плитку просто ползунок сдвигается вниз и ты попадаешь ниже зачем это сделано опять же хламище еще больше получается непонятно по оформлению все четко все красиво все покупается все изи работает никаких претензий нет но захламление этими же плитками она присутствует мне не нравится а так все принципе рабочие все четко здесь все понятно но есть еще одна претензия это то что нажимая на такой вот пакет какой-нибудь мы видим прем танк который в этом пакете есть всякие бонусы прем танка модули этого танка экипаж все четко и здесь внизу написано что с этим пакетом идет это 3 за нее прямо и сопутствующие товары шо за сопутствующие товары они не расписана никак что это за расходники не написано какой бонус на сколько времени никак она не нажимаются никакие подсказки не всплывают да я догадываю что на серебро это на 1 час на 50 процентов но я не должен догадываться я должен видеть до якобы основной товар вот это вот муц а вот это вот сопутствующие товары типа мусор какой-то там наваляли который меня типа но я же барин пиздец просто богач вкидываю бабки на прям танка это какой-то мусор там на самом деле все сделано таким образом что ты платишь именно за все это нету здесь никаких скидок это все муляж никаких скидок нет какие могут быть скидки на пиксели которые сами же нарисовали за что ты платишь 23 650 все стоит без скидки а мы покупаем за 17000 что ты покупаешь пиксельный танчик в игре с которым какие-то нажимающиеся бонусики продаются какая скидка на что wargaming такую цену ему задал он может любую ему задать цену это товар с фиксируемой ценой которую разработчик этой игры крутит так и хочет а все вот эти минус процентики это все маркетинговые ходы я должен видеть что я покупаю потому что я не дебилоид не дефолтный 42 процентный танкист и понимаю что это все это сделано специально для того чтобы глаза обращали внимание и ты все это хотел купить и все в таком духе также еще в этом всем магазине есть такое вот интересное как оборудование снаряжение личные резервы инструкции все это конечно хорошо тут можно сортировать инструкции по тому что мы хотим улучшить огневую мощь допустим живучесть там или мобильность и так далее но также есть здесь еще снаряжение которые нормальные адекватные люди покупают со скидкой и так или иначе в прем магазин придется заходить чтобы вот это вот покупать потому что нормальные люди со скидками иногда покупают всякие такие вот расходники потому что это выгодно когда у тебя много серебра на аккаунте ты его фармил 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 потом в решники включают скидку ты заходишь допустим и покупаешь где нравится стэшки американские ты заходишь и покупаешь допустим не знаю 50 кока-кол купил на 700 тысяч все они у тебя есть да это все красиво выглядит оформление все четко офигенно но мне придется заходить в прям магазин так или иначе больше людей будет пользоваться вот этим вот и так или иначе когда-нибудь какой-нибудь кривой тычок тебя направит куда-нибудь сюда в лучше или там еще в какой-то и так или иначе ты посмотришь что тут находится и может быть что-то купишь увеличится поток людей через прем магазин со стороны маркетинга это хорошо визуально все это хорошо но немножко есть недочеты в этом прям магазине все это было бы вообще отлично и никакого бы война не было если бы ни одно но ничего кроме вот этого прем магазина нового в игре нет и игра не развивается геймплей на вообще никак по понятным причинам почему не делается баланс танков потому что свободный опыт который переводится за деньги чтобы прокачать танки плохие или вывести танк в топ это самый основной доход варгейминга по деньгам сами они это говорили и это основной их доход никогда в жизни в этой игре не будет баланса пока основной доход это их получается дисбаланс танков то есть получается очень много людей вкидывает деньги чтоб хотя бы как-то пройти плохие танки поэтому зачем их делать сбалансированными и нормальными если это основной доход самому себе рубануть бабло это нелогично поэтому эта игра будет всегда такой дисбалансный я в нее пять лет играю она пять лет дисбалансная как не было никакого баланса так и не будет что там муразор своим ртом рассказывает это все фигня да может его там что-то научили каким-то сверх балансным тайнам но основного не рассказывает что это основные основной доход бабосики капают с этого зачем делать игру сбалансированной зачем делать арту не дамажащий зачем все это делать ведь это все приносит бабос принт прям танчики крутятся бабосик мутится вот и все а при магазин ну просто надо было как-то поднять внимание к этому замечательному месту как при магазина вот они подняли созданием нового при магазина в клиенте чтобы прям в игре ты видел эти скидки надо еще добавить во время загрузки чтобы крутились эти скидки ты нажимаешь об этом картинкам скидка 50 процентов на прям аккаунтом ты же пойдешь купишь хотя бы один человек это увидит пойдет купит это уже лишние бабки я еще удивляюсь как в картошке во время загрузки в игру там или на сервер или в бой не крутится там какая-нибудь реклама рексон и там бритвы какой-нибудь или еще какой-нибудь хрень это принципе уже в футбольном режиме там реклама уже было напихано неплохо можно уже и в клиент ее насовывать а баланс и все остальное зачем вы чё мы же все с вами не глупые люди выкачиваем имбовые танки за бабки закидываем кучу серебра прям аккаунтов опять же прям танков опять же все это бабло и нагибаем на имбе с доп пайком и фулл голдой потом фармим на прям танки и опять идем на имбу и все это крутится потому что играть хочется только на имбе хочется нагибать потому что все остальное ужасное и от него горит но серебро кончается приходится и опять идти на прям танки фармить серебро гореть от того что прям танки тоже в конченном балансе и ты хочешь поскорее пофармить пофармить купить резервик и опять убежать на имбовый танк опять там просадить все серебро и опять идти с резервиками быстрей быстрее фармить серебро чтоб опять свалить с этого конченного прям танка и побежать назад на свою имбу все закручено идеально все сам по себе этот прям магазин никакого плохого посыла не несет несет плохой посыл все шо вокруг него потому что она не делается и не будет делаться всем спасибо за внимание всем пока